Главную пешеходную улицу областной столицы ждет масштабная реконструкция уже этой весной. Трехсвятская во все времена была местом притяжения горожан и туристов. За почти три сотни лет она пережила не одно преображение. Как изменится она в 21 веке и соответствует ли проект реконструкции желаниям горожан, расскажем в следующем сюжете. Улица Трехсвятская одна из старейших улиц Твери. Она появилась во второй половине 18 века после Большого пожара. Правда, вначале это был переулок, который вел к Трехсвятскому монастырю. Отсюда и название. Со временем там появились торговые лавки, дома, а также первые трамваи. И уже тогда улица стала местом притяжения жителей и гостей города. Она всегда была таким центром душой, сердцем города, потому что транспортные магистрали связывались. И это была улица не только для горожан, но и для приезжих. Поэтому здесь было 4 гостиницы, здесь было 3 кинотеатра, масса магазинчиков, булочных. В 1919 году улица была переименована улицей Урицкого. И это название она сохраняла до 1991 года. Улица стала пешеходной только с 80-х годов. Тогда изменилась и концепция улицы. Она стала своего рода местным арбатом, местом отдыха. Вообще улица пережила несколько масштабных ремонтов. После пожара в XVIII веке, после Великой Отечественной войны в советское время. Так в начале 2000-х появилась узнаваемая красная плитка, а позже часы. В этом году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды также запланировано благоустройство главной пешеходной зоны. Реконструкция начнется уже весной 2023 года. Это будет первый этап, который затронет участок, начинающийся от улицы Новоторской и заканчивающийся бульваром Радищева. На благоустройство этого отрезка улицы планируют потратить 65 миллионов рублей. Аукцион уже размещен на портале госзакупок. Напомним, что улица Трехсвятская стала победителем по итогам голосования по выбору общественных зон для благоустройства на сайте «Загородосреда.ру» в 2023 году. За нее проголосовало более 4000 горожан. А какой бы они сами хотели видеть главную улицу областной столицы, об этом мы спросили их. Я хотел бы, чтобы здесь можно было спокойно гулять, как и с детьми, и людям более пожилого возраста. Ну и чтобы она более современная, скажем так, была в таком вот современном стиле. Наверное, что-то такое, чтобы людей радовало. Ну вот когда ярмарки зимние идут, вроде бы тут весело, хорошо. Чтобы она выглядела единообразно, потому что это исторически все-таки центр города. И, наверное, вот в начале улицы там есть старое очень хорошее здание. В него нужно отремонтировать фасады. Это открытая веранда или терраса, то есть какое-то открытое пространство, которое ждет всех. Больше растительности, как минимум. Соответствует ли план реконструкции ожиданиям горожан? Администрация города опубликовала рендеры, как будет выглядеть обновленная трехсвятская. Судя по ним, вполне презентабельно. Пешеходная зона будет покрыта гранитной плиткой и брусчаткой. Появятся новые скамейки, будут высажены декоративные деревья, цветочницы. Поменяется система уличного освещения, появится даже фонтан и другие арт-объекты. Предполагается, что работы начнутся в первых числах апреля, а закончатся должны к концу августа.